МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оптимизм на мировых финансовых площадках сохранился до конца недели. Особенно стоит отметить котировки нефти. Цена июльских фьючерсных контрактов на нефть марки Брент достигала в пятницу отметки 38 долларов за баррель. Сейчас внимание инвесторов приковано к предстоящему заседанию ОПЕК+. Но подробнее об этом в нашем сюжете. В настоящий момент внимание игроков на нефтяном рынке сместилось на грядущее заседание ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос по дальнейшей судьбе апрельской сделки по сокращению добычи нефти. Недовольство участников сделки вызывают намерение России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено соглашением. В то время как большинство стран ОПЕК+, во главе с Саудовской Аравией, выступают за решение не увеличивать добычу еще как минимум два месяца. По информации агентства Reuters, в минувший вторник министр энергетики России Александр Новак обсудил с крупнейшими нефтяными компаниями продление действующих квот. И по данным источника агентства, знакомого с ходом совещания, главы нефтяных концернов не достигли компромисса, поскольку их мнения разделились примерно поровну. Половина участников встречи выступает за продление действующих квот, другая половина против. Однако, если взять во внимание, чем закончилась предыдущая несговорчивость России, на этот раз нам, скорее всего, придется пойти на уступки и поддержать общее решение альянса. Переговоры ОПЕК+, начнутся 5 июня, а пока стоимость нефти вплотную приблизилась к важному уровню сопротивления в районе 40 долларов за баррель. И преодолеть этот уровень будет очень непросто. Благодарю, Александр. Напоминаю, что спонсор финансового блока – акционерное общество – Банк Финам. Акции, облигации, валюта? Пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера Финам. Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. Финам. Помогаем зарабатывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова